Мы невыполнимо верим, что в защиту русской земли дружно и самоотверженно встанут все верные наших отданных. Здравия желаю, поручим Григорию Прикнову, что я к манифесту. Идите. С глубокою верою в правоту нашего дела и смиренным упованием на всемогущий промысел мы молитвенно призываем на святую Русь и доблестные войска наши Божье благословение. Господа офицеры, я полагаю, что военные действия начнутся в ближайшее время. Позвольте. Назначены к нам. Переведен. С удачным началом. Да я вообще без удачных. Дай Бог. Разрешите? Не знаю, что нужно делать. Ну, что делать. Лично я поеду с женой прощаться. Увидимся ли еще. Долги раздам. Набежало что-то. Набежало что-то. Скажете еще. Здесь смерть на носу. А вы долги. Ну да. Как говорится, каждому лучше знать, с чем перед пулей стоять. Поручик Григорьев, откомандирован ваш полк. Господин подполковник, разрешите оформить прибытие двумя сутками позже. Господин, у меня невеста, хочу обвенчаться. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте. Сегодня утром на площади встретился и неудачник. Идет прямо на меня. Даже дорогу не уступил. Душок ума. А вот и господин заседатель опоздал на 4 минуты. Подавай бог. Добрый вечер, господа. Ну и духота сегодня. Добрый вечер, господа. Ну и духота сегодня. Мне только чай с лимоном. Видите ли, позволил себе вчера мало с лишнего. Мне только чай с лимоном. Ага. Видите ли, вчера позволил себе мало с лишнего. Сейчас аптекарь придет со своими шахматами. Слушай, ты бы, Саша, играл с ним на деньги, что ли? Ну да. Хоть какой-то интерес был бы. Вот так и жизнь здесь пройдет. Ничего, ничего. Первое время всем страшно. А послушаешь полгодика, привыкнешь. Угу. Застрелюсь. Не застрелишься. А вот и аптекарь. Мое почтение, господа. Сыграем партию, поручик. Да что с вами играть? Все равно проиграете. Сыграем партию. Ха-ха-ха. Как ваша каблесная гнездочка? Ааа. Захромала. И пока. Залит. Ну, я глаз бернул. Говорю, ты поджог. Ну, или нет? Нет, Саша, шею. Мальчик. Пусть стоит у нас сюда. Мальчик. Мальчик. Как всегда. Усе буде доставлено в лучшем виде. Мальчик. А кто это? Племянница господина Стаховского. Местного богача. Живет у них в доме. Между прочим, я с ним хорошо знаком. И даже в доме часто бываю. В том самом, который так хорошо виден с вашего плаца. Богач, господин поручик. Натурально. Богач. Сахарные заводы сплавляет лес. Великолепный конный завод с десяток доходных домов в самом Киеве. А как они живут? Как они живут. Настоящие аристократы. И какие, какие приемы дают. А что она делает в нашем трактире? Смешно сказать. Господин Стаховский обожает местную перцовку. Пьет ее из хрустальных рюмок. Петров, что она заказала? Точни сеньку, как вы сказали, пан аптекарь. Перцовки. Два штофика. Ох. Хотите играть, извольте. Но только одно условие. Проиграете, достанете мне приглашение в этот дом. А если вы проиграете? Если я? Да? Тогда я скуплю весь яд в вашей аптеке и отравлюсь. Договорились. Лучше бы влить это обратно в лошадь. Петров, у тебя совесть есть? А как же, пан заседатель? Вот чего-чего, а этого добра у меня, как водки. Ты когда это пиво варил? Сегодня. Когда же ше? С ранку. Это даже можете не сомневаться. Судить тебе надо. Военно-полневым судом. Да за шо, пан заседатель? За то. Вам шах и мат, господин аптекарь. Нет, нет, позвольте. Вы проиграли. Я жду приглашения в дом Стаховского. Так? В коммерции советник Стаховский Павел Сергеевич. Стаховский. Иван! Иван! Га! Га! Та тут я, ваше благородие. Сегодня к шести, чтоб вицмундир сверкал. И перчатки, чтоб новые. Та деши их вам везьму на вы. Купи. Купи-купи. Гроши майже усе скончились, а жалования ваши щекали. Хиба ж без кофе цельный тиждень. Значит, без кофе. Иди, купи. Иди, иди. Купи-купи. Держать дистанцию. Спины ровней. Сталые плечом вперед. Марш! Шашки! Борш! Дистанцию! Держать! Филиппетельны! Шашки! Полинка! Попадай! Иди, Дэй! Филиппетельны! Ваше благородие, господин поручик, его благородие Ротмистер Берг просит вас срочно явиться в казарму. В чем дело? Я не могу. Зачем я нужен? Осмелюсь доложить, в казарме драка. Ну и черт с ней. Он дежурит, пускай разбирается. Ты видишь, я опаздываю. Все, меня нет уже. Его благородие сказали, лучше вы сами. Если он вмешается, придется рапорт писать. Гузят, то ваши уланы. Черт. Будешь брать, говорю! А то прекратить! Мерзавцы! Виноват. За что он тебя, Каракос? Да ничего, ничего, ваше благородие. Сам виноват. В чем виноват? За что ты его? Пусть карамель мою вернет агару. Мне маманя посылку прислал, он стибрил. И сколько он у тебя взял конфет? Одну. Черт. Свинья. Я приглашал? Вас ждут. Пройдите со мной, господин Павлович. Пожалуйте, господин, за мной. Пожалуйте, господин, за мной. Поручик Григорьев. Прошу прощения, господа, задержали послужбы? Да. Это вы нас должны заменить. За то, что не дождавшись, сели за стол. Но служба превыше всего. Позвольте представиться. Стаховский Павел Сергеевич. Очень рад. Григорьев Александр Николаевич. Благодарю за приглашение. Поверьте, тоже очень рад. Позже я познакомлю вас со всеми. А сейчас позвольте представить хозяйку этого дома, мою дорогую дочь, Валерия Павловна. Все зовут меня просто Лера. Очень приятно. Очень рад. Благодарим. А я Нина. Жаль, что вам не достались в закуске, мне нужно опаздывать к спецнепородчику. А мы с вами уже встречались. Правда? Ах да, в этом ужасном трактире. Вы тогда еще своими жаркими взорами чуть не прожгли мое платье. Так вы запомнили. Мне казалось, что вы можете пройти мимо и не заметить. Ну, а как по-вашему должна вести себя девушка на людях? Знаете, если бы я не увидел вас тогда, я бы окончательно поверил, что мир состоит только из моих улонов и моего поколоначаства. Мне все так печально, господин поручик. Вы ведь бываете в уезде, а там, говорят, хватает увеселительных заведений для скучающих молодых офицеров? Бываете? Ведь так? Нравится вам вино, господин поручик? Это двадцатилетняя такая. Вино превосходно. Я здесь и думать забыл о таком. А у дяди в доме все великолепно. У вас действительно сказочный дом. Бываете? Вино... А у дяди в доме все великолепно. А у дяди в доме все великолепно. Извините. Мадемуазель, позвольте вас пригласить. Извините. Возьмите же. Нет, нет. Нет. Простите. Нина, послушайте, я не знаю, что произошло. Я только что пригласил мадемуазель Стаховскую, а она… Что? Вы пригласили ее танцевать? Подождите, объясните мне все. Неужели вы не знаете? А что я должен знать? Я первый раз в вашем доме. Господи, я вам никто не сказал. Я хороша. Она ведь неподвижна и парализована. Ни шагу не может ступить сама. Я клянусь, я не знал. Я же видел, я только за столом. Вы, пожалуйста, объясните ей все. Хорошо, хорошо. Потом. Саблю, перчатки и фуражка. Слушаюсь, господин поручик. Иван. Шо? Нарешті прокинулась? Кофею? Так нет же, ты сам говорил. Та є. Не сумлівайтесь. Та, мабуть, не гірше, як у ти господ. Где взял? Да взяв, да взяв. Купив. А деньги откуда? Долг. Рид прапорщика одержав. О! Так ты получил с него долг? Ага. Значит, у нас есть деньги. За жды. На что вам уси? Не твоё дело. Из цветочного магазина Парижа для манмуазель Стаховска. От поручика Григория Александра Николаевича. Моё почтение. Тайп. 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 Иван, Тайп. Адддер. Тайп. 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 Вам листно? От кого? Який Стаховский. Мабуть, учорушние господа. Иди купи себе водки. Знову купи-купи. А гроши? Вы вчера купили квиты на всі. Хватить бурчать. Надоел уже. На, вот. Последнее, что осталось. Держи. Все, иди. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как мило, что вы пришли. Я пришел только ради вас. Я вам рада. Мы все вам рады, господин поручик. Да, да, не на права. Очень рада. Присаживайтесь, будьте как дома. В это время мы всегда с кузиной пьем крепкий арабский кофе. Вы позволите вам предложить? Да, да. Как вам будет угодно. А можно чаю? Нет, нет, кофе. Я кофе очень люблю. Тоже пью его в это время. Ну хорошо, я распоряжусь. Не беспокойтесь, она придет. Сядьте же, наконец. Я должна извиниться перед вами. Вы извиниться за что? Сядьте, пожалуйста. За вчерашний вечер. Я вела себя глупо этого больше не повториться. Но вы так неожиданно подошли. Я вообще-то привыкла к своей болезни. И потом, ведь вы угадали мое желание. Нет, правда, в этот момент мне больше всего на свете хотелось танцевать. Спасибо за розы. Тут вы опять угадали. Я обожаю красный цвет. И вообще, если б не мое несчастье, я бы, наверное, была балериной. А хотите, хотите, открою вам один секрет? Я собираю одну коллекцию. Фото великих балерин. Прошу вас о том, что я вам сказала ни слова при них. Мне кажется, я прощен. По-моему, да. Вообще-то, господин поручик, у меня есть жених. Да? Ну и что? Жених есть у всех хорошеньких девушек. О чем вы шепчетесь? Кстати, ты многое не знаешь о поручике? Он мастер нашептывать комплименты и знаменитый шахматист. Играет в шахматы самим аптекарем. Ну, комплименты — это для тебя, а вот шахматы — это интересно. Я так давно не встречала хорошего игрока. Да, к сожалению, вы правы. Офицеры предпочитают шахматным винт. А водку, чай и кофе. Верно? Да-да. Вам шахматы. Боюсь, вы проиграли. Нет, так не пойдет. Вы специально меня отвлекли. Хотите реванш? Да. И я предлагаю вам матч из двенадцати партий. Вот тогда мы и сможем понять, кто из нас сильней. Я вызываю вас на бой. Я с женщинами не воюю. А вы забудьте, что я женщина. Для вас я обычный шахматист. Ну, скажем, как ваш аптекарь. Идет? Ну, двенадцать партий — слишком тяжелый матч. Ну, я же не предлагаю играть все одновременно. Мы будем играть по партии в вечер. Я же в дому всегда. А если вы заскучаете по аптекарю, то мы опрыскаем комнату успокоительными каплями. Валерияновья, не так ли, Валерия? А чтобы не сбиться со счета, вот тут у меня набор шаров. Белый мой выигрыш, темный ваш. Согласен? Согласен. Ну, тогда один ноль. Завтра продолжим? Прошу. Нет, нет, прошу вас, сидите. Что тебе, папа? Процедура. Пусть подождут. Или нет, пусть убираются. Ну, дочь. Да мне тоже пора, я засиделся у вас. Ничего не поделаешь. Ты никуда не скроешься от этих постылых напоминаний о моей болезни. Ну, что ж, до завтра, да, господин поручик? Не надо, я сама. Но, Лера, я так хочу. Лера, я так хочу. Пожалуйста, господин поручик, не обижайтесь на мою девочку. Если бы вы знали, какая она была. Сейчас она иногда резка, но можно ли сдерживаться бесконечно? За что, господь Бог, так безжалостный и справедлив? Ведь она никогда никому ничего не сделала плохого. Никогда. Никому. Если бы вы знали, как она сегодня обрадовалась вашим цветам. так что, пожалуйста, не судите ее строго. Умоляю. Умоляю. Субтитры создавал DimaTorzok Рысью, марш! Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, мне сегодня приснилось, что я танцую. Я во сне никогда не помню, что я больна. И вообще я всех людей помню только в движении. Вот, например, маму. Все говорят, что помнят лица своих матерей, а я нет. Только движение. Как она идёт в своём узком платье. Быстро-быстро вот здесь. А вы? Я… Я матушку плохо помню. Меня рано отдали в кадетский корпус, а потом она умерла. Вы с детства в военном хотели быть? Да нет. Просто, когда в семье небольшого чиновника за столом сидят четверо сыновей и три дочки, мне особенно спрашивают о призвании. Пристраивать поскорее на казённый счёт. Вот и всё. Но вы ведь не жалеете? Да нет. Да я ведь не знаю другой жизни. Я из своих двадцати пяти лет восемнадцать провел в казарме. Например, здесь у вас, боюсь сказать не то слово, не так повернуться. А там, среди своих, я точно знаю, что хорошо, а что плохо. Как вы правильно говорите о жизни. А я всё ропщу. Ну, всё хочется большего. Ведь за последнее время у меня стало намного лучше. А три года до этого я вообще плашмя лежала на спине. Представляете? А мне всё мало. Хочется совсем выздороветь. А у вас много друзей? Товарищи. Ну, только это всё не та дружба, которую вы себе представляете. Значит, вам тоже здесь одиноко? По правде говоря, да. Я хотела предложить вам. Мы могли бы стать друзьями. В этом городе так тоскливо, так одиноко, а мне так интересно вас слушать. Я подумала, может быть, и я была бы вам… Ну, я редко выхожу, но зато я много читаю и думаю, может быть, и вам было бы интересно дружить со мной. Конечно. Подождите, я знаю, дружба между мужчиной и женщиной не особенно ладится, и это понятно, но моя болезнь лишает меня интересов к некоторым сторонам жизни. Поэтому мы могли бы стать настоящими друзьями. Вы не будете думать, что я женщина, а вы мужчина. Тогда мы могли бы говорить обо всём на свете, как настоящие товарищи. Да-да. Тогда, тогда расскажите мне о себе. Я хочу побольше знать о вас. Расскажите… Расскажите о той, кого вы любите. А ведь настоящему товарищу вы бы рассказали об этом. Но тут, к сожалению, мне у вас разрешить нечем. Как? А Нина? Вы разве не влюбились в неё? Ваша кузина очаровательная девушка, в неё трудно не влюбиться. Вот и вы влюбились. А сами говорите, что… Нет, подождите. Я сказал только то, о чём думаю. Почему ты обязательно должен относиться к маме? Тем более, что у Нины есть жених, а она его любит. Я знаю. Как? А когда это вы успели поговорить о таких вещах? Ну, впрочем, ладно. Ясно, что успели. Ну, тогда скажите мне честно. Вы бы приходили к нам, если бы Нина вдруг уехала к своему жениху? Конечно. У меня же в этом доме есть друг. Разве не знаете? Знаю-знаю. И он всегда ждёт вас за шахматной доской. Да? Нина, составь ненадолго компанию господину Породчику, пока я приму процедуру. Сергей! И так, господин Породчик, чем мы с вами займёмся? В шахматы я играть не умею. Да, вам это и не нужно. Я ведь вам уже сказала, что у меня есть жених, и это всё вполне серьёзно. И поэтому, как только будет выполнено одно условие, мы с ним поженимся. А вам я предлагаю дружбу. Дружбу мне уже только что предложили. Ну, что ж. Значит, в этом доме у вас будет два друга. Чем плохо? Неплохо. Прекратите сейчас. Прекратите. Не подходите, вы погубитесь. А что это за условие, о котором вы говорили? Ну что, как вы проводите время? Породчику со мной совсем не интересно. Мы говорили про завтрашний день. Странно. А всего лишь полчаса назад Александр Николаевич называл тебя очаровательней. Верно я говорю, господин Породчик? Да, это правда. Вот видишь? Ну да ладно. Значит, вы принимаете наше приглашение? И так, завтра в пять у нас обедает какой-то важный военный чин из Петербурга. Папа считает, что это знакомство будет для вас очень полезно. Ну, надеюсь, я увижу также и вас, и мадемуазель Нину. Не беспокойтесь, мы не отдадим вас на съедение. Мы будем защищать вас. А теперь прошу меня простить хозяйство. Этот приезжий из Петербурга очень влиятельный человек в военном ведомстве. Фамилия его… У меня есть карточка. Ну что вы стоите? Вы не готовитесь мне помочь? Да. Спасибо. Сжалились наконец над бедной калекой. Ну зачем вы так, Лера? Простите. Простите меня. Это дурно и несправедливо. Со мной бывает иногда. Но вы ведь придете завтра? Придете? Конечно приду. Честное слово. Честное слово. Продолжение следует... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сополей, немного виноградных трильяжей, кое-где кипарисы и мирт, да заборы из колючих кактусов. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Благодарю вас! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ 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 МУЗЫКА Ну, наконец-то! Мы вас заждались! Да давайте выкладывайте все! А то папа, когда волнуется, может все перепутать! Что я должен выкладывать? И что может перепутать ваш папа? Как что? Он разбудил меня вчера ночью, была такая страшная гроза, но он мне все-все рассказал, а сам приплясывал, как мальчишка! Я вначале ничему не поверила, но потом пришла Нина, и мы не спали до самого утра! И вдруг я поняла, и вдруг я поняла, что все это правда! Ну, давайте, говорите же, наконец, в чем этот новый метод! Ах, метод! Да вы понимаете, я сам не очень-то разобрался! Правда, 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 что пациент этого профессора бегает по лестницам, как сумасшедший! Ну, меня лестницы мало интересуют! Я начну с верховой езды и танцев! Вы, Александр Николаевич, будете давать мне уроки! Ах, как это все чудесно! Когда он думает начать? Сколько займет времени этот метод? Лера, подождите! Доктор говорил мне об этом методе только в самых общих чертах! Он, конечно, дает результаты, но только в исключительных случаях! А относительно вас у него нет полной уверенности! Вы просто не знаете доктора! Он такой человек! Но, если он что-нибудь сказал, значит, знает наверняка! Ах, вы даже не представляете, как у меня хорошо сейчас на душе! Я теперь совсем по-другому буду жить! Вот мы с Ниной решили снова выезжать! Завтра в воскресенье! Мы едем на пикник! Осторожно, поручик! Не облейте нам платье! Отлично! Я вижу, вы мастер! Спасибо! Как вы ловко пьете шампанское на ходу, господин поручик! А верхом? Смогли бы? Остановитесь! Я хочу помолиться! Что-что? Я хочу помолиться Богу! Вставай, Николай! Помогите мне! Я не хочу на костылях! Нина, принеси мне подушку! Хорошо! Оставьте мне одну! Мать, папа, как пройдет? Я не могу! Я не хочу! Яйца! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, панночка Это тебе от меня подарок Ой, це мені? Дуже дякую Дай вам боже счастья, панночка Дай Бог 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 Дар coher Дай packing Дайacedám where Дай Бог Вот видите, как все легко. Стоит только чуть-чуть наклониться. Лера, не нужно. Прочь отсюда, бесчувственный человек. Прошу прощения, господин поручик. Я не знал, что вы так быстро уйдете. Да. Прошу. Прошу. Александр Николаевич, вы мне нужны. Пойдемте со мной. Это ужасно. Она говорила о смерти, о самоубийстве. В чем-то меня обвиняла. Но я-то ни в чем не виноват. Тише. Прошу вас. Тише. Потом прогнала, как шелудивого пса. Я больше никогда сюда не приду. Умоляю, возбудьте милосердное. Бог воздаст вам. Простите, что я просила прийти вас сюда. То, что было сейчас там, наверху, это отвратительно. И я хочу, чтоб вы знали, что я это тоже понимаю. Простите меня, пожалуйста. Да-да, конечно. Сядьте. Нет-нет-нет, не сюда. Поближе. Нет-нет, не сюда. Поближе. Душу тревожит. Я совершенно не сознавала, что делала, что говорила. Но вы ведь простите меня. Вы ведь не будете сердиться. Конечно. Благодарю вас. Я так надеялась на это. Мне сейчас уже намного лучше. Прошу вас, не уходите. Посидите со мной еще немножко. Лера, вам нужно уснуть. Я не хочу спать. А вы придете к нам завтра? Придете, как приходили всегда? Приду. Вы добрый. А я виновата перед вами. Господи, как это было мерзко. Лера, вы успокойтесь. Вам нужно отдохнуть. Я хочу… Если вам это не противно… Поцелуйте меня. Все тоже можно между друзьями? Не так. А теперь уходи. Уходи. Мне эту нему. И я хочу… Поцелуй. Еще. Спасибо. Вас за кадром. А вы кто? Я хочу. Поцелуй. Смотрите. Что-то на него. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И счастье оправдывает ее Прощайте Впрочем, до завтра Мы ждем вас, как всегда, в 5-й день Подожди Я знаю, зачем ты здесь Тебе обещали преданное Какой ценой? Тебе не понять, никогда не понять А преданное Пускай она думает так Я прощаю Я прощаю ей все Прости, мой любимый Прости Я осознаю, что парализованная калека Не может, не смеет рассчитывать на твою любовь Я поклялась себе хранить молчание Пока не вылечусь Не стану нормальной Нормальной девушкой, как другие Достойна тебя Любовь моя Но ты ведь сам, сам Вселил в меня уверенность Что мне недолго еще оставаться Неподвижно и жалко Я забыла все Забыла свои проклятые ноги Ты была рядом со мной И мне показалось, что я здорова И все позади Мы можем любить друг друга Прости, мой милый Прости меня Я так давно, так мучительно тоскую Умоляю, не бойся моей любви Не лишай последней надежды Истерзанное сердце Без тебя только боль и отчаяние Ответь мне Пусть несколько слов Пусть одно слово Только дай мне знать, что я не противна тебе Что не отвергаешь Не оставляй меня Я не вынесу этого Если кроме отчаяния и стыда Мне суждено твое презрение Тогда остается только один путь Тогда остается только один путь Ты знаешь, какой Поручик Я не понимаю, где ваши люди? Где эскадрон? Почему они разбрелись, как бараны? Эскадрон! Отставить, поручик Смотреть на меня, когда вы разговариваете со мной Что вы читаете там? Позвольте полюбопытствовать Может быть, это тактика легкой кавалерии в наступлении? Никак нет, господин полковник А что? Ваше высокоблагородие Отставить! Это касается только меня Только вас? Может быть, это любовная чушь накануне полкового смотра? Поручик, вы такой же болван, как и все ваши люди А то марш с глаз моих долой Чтоб я вас не видел? Должи, господин полковник Рысье! Марш! Тихо-тихо-тихо 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 Ну, папа шутит Шутит папа КОНЕЦ КОНЕЦ Глупости. Нашел на кого обижаться. Оставь, Митя. Все решено. Я прошу тебя, передай ему рапорт полковнику. Я не хочу с ним встречаться. И не подумаю. Если каждый начнет подавать в отставку только потому, что его назвали болваном, армия прекратит свое существование. Терпение, друг, год-другой. Из болванов тебя переведут в ослы. Из ослов в штабные крысы. Да, да. Что смотришь? И тогда уже только сам генерал назовет тебя дураком набитым. Кстати, а на что ты собираешься жить? Насколько я знаю, на здоровье твоя тетушка не жалуется. Так что здравствуй, потертый сюртук чиновника тринадцатого разряда. Поздравляю. Не твое дело. А знаешь, Саша, полковник не так уж и не прав. Митя. Да брось ты. Пойдем лучше выпьем. Лист, ваше благородие. Наверное, я многого требую от вас и многого жду. Но ведь это простительно тем, кто любит так, как люблю вас я. Передашь мой рапорт полковнику. Что ж, юноша, торопись по путям сердца своего. А мы доложим, что у тебя захворала самая любимая тетушка. Завтра, завтра, господин поручик, прошение об отставке принимает их в благородие штабс-капитан Щусев. А их сегодня уже не будет. Вы позволите оставить? Оставьте. ... ... ... ... ЗВОНОК В ДОКТОРУ ЗВОНОК В ДОКТОРУ ЗВОНОК В ДОКТОРУ ЗВОНОК В ДОКТОРУ Да. Зачалось что-то серьёзное? Я не буду зажигать свет. Ужасно болят глаза. Итак… Я не знаю с чего начать. Устал, что болит. Аж пришли к врачу. Только покороче. Я действительно умираю от молодой усталости. ЗВОНОК В ДОКТОРУ Браво, поручик. Отлично. Только вы не по адресу обратились. Я специалист по общим болезням. А здесь нужен психиатр. Отговорить женщину от страсти? Всего нужно сказать – лихорадка не… лихорадь или огонь не гори. Если бы вы знали, с какой я радостью отговорил бы её от любви к вам, но, к сожалению, дело не в вас. Не в вас. Ну, кто-то в конце концов должен ей объяснить… Что объяснить? Будьте добры выражаться точнее. Я хочу сказать, что это безнадёжно. Вы понимаете, это абсурдно. Вы мне надоели. Если бы на вас не было этих военных погремушек, я бы окончательно решил, что передо мной сидит очумевшая от страха девица. Ты сядьте! Недоверживая сейчас лечить до жизни и смерти. Сильного, гордого человека. Мужественного в своем страшном горе. И небезразличного мне. Вы желаете, чтоб я ей сказал, что любовь для неё табу? Что парализованной калеке нечего соваться в эту самую естественную область человеческой жизни? Но я-то не виноват! Да в чём здесь вы? Пришло её время, понимаете? Её время любить. И в этот момент подвернулись вы. С вашими чёрными глазами, чувственными губами и срабыми шпорами. Значит, только в этом моя вина. Не в этом. Но вы помните наш разговор о сострадании в вашем доме? И те обязательства, которые вы на себя взяли? Я их не нарушил. Пока не нарушили, но дело пошло дальше. И это следовало ожидать. И принимая решение, вы должны были, обязаны были об этом подумать. Слишком много вы от меня хотите. В этом вы правы. Слушайте, а вы же приехали сюда не для того, чтобы показать мне письма, Лера. Да. Да, для этого есть ещё одно важное обстоятельство. Ваше бегство в такой критический момент. Правда, насильно подлому преступлению по отношению к невинному человеку. Точнее говоря, убийству. Да, после такого признания быть отвергнутой, да здоровая женщина этого бы не вынесла. Тем более, что это вы! Вы одурманили её надеждой на выздоровление. Теперь бежать! Но я не смогу. Понимаете? Я не выдержу. Чего вы не выдержите? Это вас чем так пугает любовь несчастной девушки? Ведь она красивая. И так. Вам внушает отвращение её физический недостаток? Нет. Она вам даже нравится. Она умна, начитана. Аж за собой. И так. Ну, положим, но я не думал об этом. А я вам скажу. В чём дело? Вы боитесь насмешек со служивцами. Вас пугает то, что скажут о вас окружающие. Так? Ведь правда? Правда. Правда. Вероятно. Вот. Но вы не всё знаете, господин Долин. Есть ещё что-то, не позволяю мне согласиться на ваши требования. Что же, если не секрет? Это секрет. У таких господ, как вы, все секреты вертятся вокруг женщин. Ну, так и кто она? Это ваша любучая тайна. Это не ваше дело. Я угадал суть. Хотите, угадай предмет. Пови на ваше недельное жалование. Я прошу вас оставить этот тон. Вы разговариваете с мужчиной и с офицером. Я не позволю виноват. Уходите. Уходите. Маша. Будь проклятые, эти больные, ни дня, ни ночи. Оставьте вы его в покое. Слышите, что я вам говорю? Уходите. Уходите. Приём завтра с двух. Конечно, конечно, сударня. Помилосердствуйте. Дайте вы ему отдохнуть. Оставьте в покое. Он целый день на ногах. Маша, это очень мило, что ты меня защищаешь от моих пациентов. Ну, ты же не ужинал. Иду. Если готовы, бери на кровати. Простите, ещё раз, я действительно виноват. Я перешёл границы. Простите, но когда речь идёт о жизни и смерти, всем громким словам кружится на… Вы молоды. Красивы. Ещё наверстаете. Этого добра у вас будет с лихвой. Так подарите немного участия тому, кто без него погибнет. Каждый знает предел своих сил. Вы меня переоцениваете. Я не смогу. Я вас не переоцениваю. Да что от вас потребуется? До начала нового курса всего восемь дней. Вот на эти восемь дней, всего восемь дней. Вы мне нужны. А потом? А дальше вас не касается. Будьте мужчиной. Подарите бедной девочке восемь дней счастья. Хорошо, будь по-вашему. А что делать с рапортом? Не знаю. Порвите. Как? Порвите. 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 Мне холодно. Мне тоже. Порвите. Порвите. КОНЕЦ Замечательно. Великолепно. Вы кудесли, господин Милошевский. Я счастлива, что я вас слушала, господин Милошевский. Я так редко бываю на концертах. Вы действительно были в Америке? Вы знаете, да. Буквально месяц, как вернулся оттуда. А что там играют? Какие-нибудь негритянские танцы, наверное? Ну, вообще разную музыку играют. Ну, и эту, конечно, в том числе. А сыграйте, сыграйте нам что-нибудь американское. С удовольствием. Я, кстати, знал, что вам будет интересно. Я кое-что приготовил. Это… Это вообще духовная музыка. Ее играют в церквях. Но в том числе на нее перекладывают молитвы. У них это там по-английски называется «Спирич Уэллс». «Спирич Уэллс» Простите к вам посетитель. Кто? Из судебного приказа. Иду. Вы? Что вам нужно? Господин Стаховский, позвольте вам засвидетельствовать… Ближе к делу. Зачем вы пришли? Так ж по делу и пришел. У нас, видите ли, новшество в ведомстве. Новый прокурор. Новая метла, как говорится. Ну, изволит ворошить прошлое. Кое-какие дела на доследование отправляет. Вашис именно дельцев в том числе. Тише вы. Не так громко. Так что ж вы, у вас же все одно, рояль. Говорите. И побыстрее, у меня гости. Что ж, извольте, можно побыстрее. То самое дело о подлоге Купча и наименее госпожи Калечко. Я ж завец. Сколько денег выдаем. Богом клялся, что дело закроют. Ведь клялся, негодяй. Ну, клялся. Так то ж было при прежнем прокуроре. Он нынешнему не указ. Это что, доследование и новый суд? Это невозможно. С вашим-то умом, да с вашими деньгами. Ну, суд. Суд, проклятье. Сейчас это невозможно, как никогда. Ну, что же я могу? Прекратить. Закрыть, будь ты проклят. Закрыть не получится. А вот, оттянуть, так сказать, подменить очередность. Полгода и десять тысяч тварей. Господин Стаховский, на месяц бы оттянуть. И уж точно, ну никак не меньше, чем за двадцать. Я, между прочим, рискую. Мне мое место, видите ли, терять тоже не резонно. Что это с тобой? Ну, месяц верный. Уж куда вернее, господин Стаховский. Куда вернее. Уж куда вернее, господин Стаховский. Куда вернее. Уж куда вернее. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Браво! Благодарю вас. Ну что вы? Вы были очень любезны. Хочу тебе кое-что показать. Что? Сейчас сама все увидишь. Извините. Не знаю. Время от времени давать. Я ведь, как все концертирующие музыканты, много разъезжаю. Возможно, такой человек, как вы могли бы… Что там? Смотри. Вернуть ее к музыке. Хорошо, хорошо. Я подумаю. Девочка до своей болезни делала большие успехи. Рассвел. А ее утром и не заметила. Дорогая моя. Дорогая моя. Господа, к нам Александр Николаевич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как хорошо, что они распустились до твоего отъезда, гораздо раньше, чем в прошлом году Господа, кушать подано Наконец-то! Роза розами, а добрый бью штекс и рюмка ваша перцовка меня интересует больше Слушай, он и маэстро поголодался, верно я говорю, господин Малашевский Прошу, все к столу Сорвите мне этот бутон, Александр Николаевич Осторожно, они ужасно колючие Я сейчас принесу ножницы Ну, пойдемте, пойдемте, господа Сера, Нина, господин поручик, мы вас ждем Прошу Спасибо Что это вы укололись? Это из-за меня? Вам больно? Ничего страшного, кровь сейчас свернется Укол очень глубокий Не нужно, Лера Пойдемте, нас ждут Это? Да Удивительно, как это у вас так вышло Веселее! Ребят, веселее! Веселее, ребята! Ах, милые дамы Прочь слезы с лица Не всякий клинок срази улана На крыльях победы Несет нас гиммэнэй Улан их в атаку И сердце вспыхнет Откройте, откройте Восторгу, счастье дверь Умеет любовь дарить мгновенья Ученье Ученье можно отменить Вновь шампанского открыть Не зная ни тревоги, ни сомненья Ученье Ученье Восторг Ученье Восторг Нина, один вопрос. Прошу вас. Слушаю вас, господин поручик. Это касается мадемуазель Стаховской. Сейчас мне не очень удобно. Один вопрос, я прошу вас. Третьего дня вы сказали, что прощаете, и всё. Я теперь понимаю, что это значит для вас, но не только для вас. Но ведь этому должна же быть причина. Но вам же сказали приданное. А я не верю, что ради денег, ради замужества за нелюбимым вы отказываетесь от собственных чувств. Или что-то ещё? Да, ещё. В её болезни виновата я. Вы? Да, я. Вы же слышали про подаренную лошадь. Да, Стаховский мне рассказывал. И о том, что случилось потом. Того, что случилось, могло и не произойти. Три года назад летом я приехала погостить к Стаховским. Меня приняли вежливо, но равнодушно. Седьмая вода на киселе со стороны покойной жены, да ещё и беднячка. Я стыдилась своей бедности, своего сиротского платья. И потом эта лошадь драгоценный подарок той, у кого и так всё на свете есть. Спасибо. Спасибо, папа. Ты замечательно держишься всё время. Шутя, она предложила покататься и мне. А я ведь умею, в деревне выросла. Я согласилась. Дай, думаю, покажу этой кривляке, как надо. Прошу вас, пожалуйста. Благодарю. Разрешите помочь. Хороша лошадь. Хороша лошадь. Потом, когда слезла, я заметила, что ранила лошадь. На левом боку была царапина и кровила. Гвоздик, маленький острый гвоздик торчал из моего каблука. Да. Я хотела сказать Берейтеру, но побоялась. Вперед. Рысь. И тут все это произошло. Видно, ее каблук угодил именно в эту ранку. Господи. Господи, Нера. Девочка моя. А потом, уже позже, я ей все рассказала, и она… Что она? Пытала меня успокаивать. Пошутила даже, что, мол, каков всадник, такова и лошадь. А я ведь ранила та лошадь, я ей не призналась. А она вдруг и говорит, Бог так решил, а я тебя прощаю. И тогда я поняла, что не оставлю ее никогда, только если она поправится. Прошу извинить, буду всем поручить Григорьев. Моё почтение. Утром на выездке, какая-то несчастная ворона каркнула с дерева. Так он палил в неё, пока пуха от дурочки не осталось. Да, сегодня мне удалось сбежать из-под толстого носа нашего полковника, а завтра уже не знаю. Ну, если это так сложно, так оставайтесь лучше в казарме или в трактиле. Лера. Ну, надо же посочувствовать господину поручику измученной. С личными визитами к нам. Надо дать ему передышку. Я за. А знаете, Лера, вы правы. Какой из меня собеседник после целого дня муштры и нервотрепки? Я и сам вижу, что надоело вам сегодня. Ну, вы уж меня потерпите несколько дней. Четыре дня вы в Швейцарии, а я опять наедине с своим кровожадным начальством. Четыре дня. Вы высчитали, сколько вам осталось до полного освобождения от нас, да? Наверное, специальный календарик себе завели и красным отметили день своего освобождения? Только знайте, иногда можно и просчитаться. По-вашему, так лучше? Да. Она борется за свою любовь. Для женщины это нормально и естественно, несмотря ни на какие страдания. Ну, для нее это безнадежно. Кто знает, надежда есть всегда. Вы должны к нам прийти завтра. Я не могу больше. Как знаете. Прикажете подавать десерт? Пошли бы вы, ваше благородие, в трактир. Чище куди. Жалования одержали, погода чудова. Господа офицеры уже все пошли. Пошел к черту. К бису так бису. Только вот так отсумывать не можно. Еще чего плохого дочекаетесь. Ну, с чего я казав, дочекалась? Старые до вас тремты тех хворой. Проси. Господин Стаховский, садитесь. Что же мне делать? Все было решено. Билеты заказаны. И отель. А она остается. Как остается? Говорит, что не поедет. Даже если дом подожгут с четырех сторон. Говорит, что ее обманывают. Хотят от нее избавиться. Она что, перестала надеяться на новый метод? Она же доверяет доктору Долину. Нет, она говорит, что не хочет лечиться. Почему? Какой смысл говорит в моем лечении, если он… если он не испытывает ко мне ничего. Вы должны помочь ей. Только вы. Только вы. И доктор сказал, вы и больше никто. Бога ради. Нам нельзя оставлять ее в таком состоянии. Господин Стаховский, я делаю все возможное, все, что в моих силах. Вы же видите, она с ума сходит. От вашего молчания. Она ни на что не надеялась, когда была больна. А теперь, когда мы все знаем, что она скоро выздоровеет… Да что мы знаем? Как? Вы же говорили. Относительно метода. Что вы молчите? Ведь у вас будет все, что может только иметь человек. Я стар. Все останется вам. Дом. Поместье. Деньги. Большие деньги. Все, все это будет ваше. А хотите и ждать не надо. Прямо завтра. Да нет. Сейчас. Мне даже так лучше. Мне только самое скромное содержание. Лишь бы вы позаботились о моей девочке. О моем ребенке. Я знаю, вы добрый, хороший человек. Вы же не обидите ее. Господин Стаховский. Поверьте, я полностью в вашем распоряжении. Я бы сам желал сделать большее. Но то, что вы мне предлагаете, это невозможно. Совсем невозможно. При моем самом искреннем отношении к вашей дочери. Поймите меня. Значит, все кончено. Прошу прощения. За беспокойство. Да поймите же меня, поймите, вы ради Бога правильно. Я отношусь к ней искренно, сердечно. Я просто считаю, что вы… Что? Что? Я думаю, что сейчас важно одно. Ее скорейшее выздоровление. А потом? Не будем загадывать, господин Стаховский. Сейчас главное, чтобы она выздоровела. Для себя, для всех нас. И для вас тоже. И для меня. Подождите. Ну, допустим, она выздоровеет. Если, конечно, выздоровеет, мы сможем. Но, как мы сегодня говорили, для вас это не будет невозможным. Правда? А можно… Можно… Я ей скажу об этом. Бог воздаст вам за вашу доброту. Я пойду домой. Вы не знаете, что там творится. А вы завтра к нам придете? Приду. Ну, вот и вы. Вы сегодня очень красивы, Элья. Подождите. Комплименты потом. Я вначале должна сказать вам очень важное. Я знаю, что вы сказали отцу. Знаю, что вы готовы сделать для меня. Я хочу, чтобы вы тоже знали. Я никогда, слышите, никогда не спрошу вас, почему вы так поступили. Уговорил ли вас отец, или вы это сделали из сострадания ко мне. Прошу вас, молчите, не говорите ничего. Я не хочу ничего знать, и так все достаточно настрадались. Я просто хочу, чтобы вы знали. Я не отступлю. Я вытерплю все, чего бы мне это ни стоило, я не сдамся. Слышите, не сдамся ни за что в жизни. Я верю, если человек чего-то хочет так сильно, Бог ему поможет. Но если вдруг у меня не получится, ну или получится не то, на что я рассчитываю. В общем, если я не стану нормальной, здоровой, как все, тогда я сама все уложу. Я знаю, знаю, есть такие жертвы, которые нельзя принимать от людей, и особенно от близких и любимых. Но не думайте, пожалуйста, я не буду вам в тягость, клянусь, ничего такого. Ну мало ли, есть на свете монастырей и других подобных мест. Ну вот и все, я все сказала. И давайте больше об этом ни слова. Нам осталось быть вместе всего несколько часов. Я так хочу провести их счастливо. Я и сама знаю этот цвет не особенно к лицу. Помнишь, что больная еще до болезни? Я тогда танцевала с Брославским. Конечно помню, с брюссельским кружем. Да, да. Ваше здоровье, Лера. Да, выздороветь. Выздороветь для тебя. А это чтоб ты не забыл у меня, когда я уеду. Я не знаю я. Было. Вы ticking от僕hol из Брославским. Ваше здоровье И dimin router себе. Это чтоб тыrei. Лера! 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 Не трогай меня! Я так хочу! Я так хочу! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Садюсь, Николай. Как она? Спокойно сейчас. Задремала. Налей себе. А тебе? И мне тоже. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Александр? Саша? Ты здесь? Вот сюрприз. А, друзья. Садитесь, я угощаю. Трактирщик! Слухаю. На всех. Выходит, есть что отметить. Говорят, тебя можно поздравить. Поздравить с чем? А? Что я говорил? Аптекарь врет. Не такой наш Саша человек. Ну, таскался в богатый дом. Ну, шампанское, спаржа всякая. И что? За это жениться на колченогой. Нет, я чертовски рад. Слово чести. Иначе позор тебе и всему полку. Да еще какой. Чтоб какая-то уродка, дочь ростовщика, окрутила нашего офицера. Какой же сукин сын, а? Отхлестать бы его по мордасам и весь разговор. Клистирная трубка. Ему, видите ли, в усадьбе сказали. Мало ли что они там болтают. Наклепать на человека такое, из-за того, что он пару раз сходил в гости. А я тебе, Саша, скажу откровенно. Мне всегда не нравились эти визиты. Офицер должен думать, кому он оказывает честь. Но, слава богу, дальше не занесло. Еще не хватало жениться на пугали на костылях. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Признавайтесь, карты, деньги, женщины Так, следуйте за мной Чушь какая-то Благородство, последствия Обручился с дочкой, как его, Стаховского? Да, братец, ну у тебя и вкус Она ж кривая Да, крепко путал тебя старый лис Ну и что ты мне по этому поводу написал? Прошли не об отставке А дальше выход только один, я свой долг знаю Ну ты прекрати Такой парень, такой красавец Из-за кого? У тебя что-то с ней было? И она Ничего не было Там совсем другое Обручение было А потом я солгал офицерам, что все это выдумал аптекарь И воручик Орлов обещал его наказать за сплетню Завтра об этом все узнают Чепуха какая На этих с усадьбам не наплевать А вот то, что офицеры знают, это плохо Я аптекарь Кто был за столом? Давай по имену Всех Орлов Штаб ротмистр Берг, ротмистр Никольский Дежурный Я ваш слугу говорю Орлова, Берга и Никольского Срочно ко мне Если спят, поднять с кровати Слушаюсь! С ними я поговорю Офицеры будут молчать Аптекаря я припугнул Ну что? Решил ваш старый дурак Твои дела Благодарю Только другое решить не удастся Жить мерзавцем я не буду Молчать Отставить Это что такое, а? Значит так, оставаться здесь тебе нельзя Нужно срочно уезжать В крайнем случае через час Надо, чтобы это дело Паутиной поросло Дай подумать Дай подумать Дай подумать А вот что, братец Отправлю-ка я тебя в резервный полк В каменку Тамошний полковник Все-таки мой товарищ Я ему напишу А? Ну с тебя, Саша Попрошу честное слово Чтоб Без этих глупостей Ты меня понял? Нет Уждала тебя под присмотром На вокзал отправлю Дежурный Где ваш тузгобой роде? Воротчик Григорьев убывает В каменку, в резервный полк Вы его проводите Слушаюсь Давай, соберись Не красней, как девица под венцом Давай, соберись Не красней, как девица под венцом Григорьев Мне нужен друг. Настоящий друг. И именно об этом я вас просила. Не судите. Я строго. Умоляю. Умоляю. И ты откажись. Не ходи. Исчезнь. Я не могу. Я хочу тебя видеть. Хорошо, клянусь. А зачем вы вообще сюда ходите? Это… Это же так просто. А взрослый человек должен для начала решить и обдумать, прежде чем мешаться куда-то, как далеко он может зайти. Нет, нет, нет. Не в следующий. А сегодня. Сейчас. Я не знаю, что из этого выйдет, но я попробую… Ну, вот и хорошо. Вот и хорошо. Подарите бедной девочке восемь несчастья. Хорошо, будь по-вашему. Хорошо, будь по-вашему. Мы сможем. Ну, как мы сегодня говорили, для вас это не будет невозможным. А можно… Можно… Я и скажу об этом. Время… 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 Божье благословение. Господа офицеры, я полагаю, что военные действия начнутся в ближайшее время. Рекомендую всем привести в порядок свои дела. Ну вот и война. Позвольте. Позвольте. Назначен к нам. Перевезен. С удачным началом. Да я вообще из удачливых. Дай Бог. Разрешите? Не знаю, что нужно делать. Ну что делать? Лично я поеду с женой прощаться. Увидимся ли еще? Долги раздам. Набежало что-то. Скажете еще. Здесь смерть на носу, а вы долги. Ну да. Как говорится, каждому лучше знать, с чем перед пулей стоять. Сапог жмёт. Сапог жмёт. Сапог жмёт. Сапог жмёт. Сегодня утром чуть ли не на коне ко мне ворвался командир поручика Григорьева. Выгнал всех покупателей и в самом грубом тоне потребовал от меня обещания прекратить все разговоры о помолвке вашей дочери и с него офицеров. Мол, этого не было и быть не могло. Но вы ведь не сами об этом сказали. Я был подвергнут грубейшим угрозам этим взорвавшимся солдафоном полковником. И он удалился из моей аптеки лишь тогда, когда почти что силой вырвал из меня это нелепое обещание. Я не хотел к вам идти, но душу мою распирало негодование. Вы сделали из меня посмежище для всего города. Уж если вам так приспичило выдумать эту помолвку, да еще с офицером. Если, ради бога, тише вас могут услышать, тогда этот ваш поручик подлец отъявленный. Сделать предложение порядочной девушке, потом посмеяться над ней со своей офицерской шайкой… Этого не может быть! Не может быть! Да, да из-за вас меня обвинили в клевете при свидетелях. Я уважаемый гражданин, я не позволен. А еще этот ваш поручик сказал, что болтовня о помолвке – чушь. Чушь! И ноги моей в вашем доме больше не будет. Мне не нужны ни ваши приемы, ни танцы, если расплата за них – мое доброе имя. Прощайте! Поручик Григорьев, откомандирован ваш полк. Господин подполковник, разрешите оформить прибытие двумя сутками позже. У меня невеста, хочу обвенчаться. Обещаю, вдвое суток управится. Поручик Григорьев, откомандирован вашего полк. Здесь три, почти четыре этажа, а внизу каменные плиты. И этого вполне достаточно. И не нужно никакого нового метода. Мгновение и с вашей постылой жалостью будет покончено! Лера! Лера! Лера, что вы! Лера! 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 Не так! Прости, мой любимый. Прости. Я сознаю, что парализованная калека не может, не смеет рассчитывать на твою любовь. Я поклялась себе хранить молчание, пока не вылечусь, не стану нормальной, нормальной девушкой, как другие, достойной тебя. Любовь моя. Но ты ведь сам, сам вселил в меня уверенность, что мне недолго еще оставаться неподвижной и жалкой. И я забыла все. Забыла свои проклятые ноги. Ты был рядом со мной. И мне показалось, что я здорова. И все позади. Мы можем любить друг друга. Прости, мой милый. Прости меня. Я просто хочу, чтобы вы знали. Я не отступлю. Я вытерплю все, чего бы мне это ни стоило. Я не сдамся. Если вдруг у меня не получится, если я не стану нормальной, здоровой, как все, тогда я сама все уважаю. А что так долго? Война, барин. Ходим не по расписанию. Кофе в гостиной или на террасе? В гостиной. Пришли за мной, Сергей, через пять минут. Но на террасе прохладней. Я знаю, я хочу в гостиной. Хорошо. Канцелярию Уламского полка. Прошу пригласить к аппарату поручика Григорьева. Вот как? Надолго? Совсем переведен. А не оставлял какого-нибудь письма или поручения? Простите. Пять часов. Он обычно приходит в это время. Я думаю, в связи с событиями не исключено, что он не сможет прийти. Я хочу на террасу. Но ты ведь туда не хотела. А теперь передумала. Мы же завтра уезжаем. Хочу посмотреть на закат. Как думаешь, папа, эта ужасная история с австрийским эрцгерцогом не помешает нашей поездке? Надеюсь, что нет, моя детка. Хоп! Хоп! Давай! Давай! Ты права. Коричневый не стоит брать. Слишком тепло для Августа. Да, оно и мрачновато, если честно. Хоп! Пошел! 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 Принеси, пожалуйста, мою шель. Здесь хоть и очень тепло, а по спине тянет. Хорошо. Давай! enser rese�. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»